Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин приехал в Читу провести прием по проблемным вопросам. ЧС в связи с паводками, отказы в соцвыплатах и так далее. Но в свою повестку он включил и вопросы, которые попали в поле зрения правительства России. Значит, еще один частный момент, но который на самом деле происходит из общей и очень большой системной проблемы. Вот вчера по этому поводу председатель правительства Российской Федерации проводил совещание. Это аварийное жилье, это аварийные коммунальные сети. Город Борзи. Вот почему органы местного самоправления не слышат посылов от людей? Остро стоит вопрос бездействия местной администрации по переселению жителей аварийных домов, по которым экспертиза говорит, что разрушается дом, снижается несущая способность. Следственный комитет вынужден возбуждать уголовные дела. Где ваша первичная работа? Почему не было исков, почему исковые требования, которые пошли уже потом, были заявлены только в мае 2021 года? Дмитрий Игоревич, я скажу, это не в оправдание, а в том дело, что по этому дому в Салатейске, 82, там было проведено 4 экспертизы, которые показывали разные результаты. Одни о том, что дом соответствует жилищным нормативам, что люди в нем могут проживать. Скажу не в оправдание, с этих слов и начал оправдание прокурор региона. По словам жителей Борзи, с момента выхода проблемы на уровень страны, сотрудники прокуратуры только и делают обходы, все время что-то проверяя. Заместитель генерального прокурора высказался о работе структуры однозначно, неэффективны на первичной стадии. В конечном итоге вы оказались неэффективны, и ваш выезд туда оказался неэффективны, раз люди до сих пор находятся в состоянии риска, их до сих пор ведь не расселили, правильно понимаю? Не расселили. Напомним, что на программе «Мужское-женское» бывший глава Борзи Николай Яковлев сказал, что даже если дом сложится, больших жертв не будет, поскольку дом панельный, а не кирпичный. Нынешний глава ситуацию решает, предлагает маневренный фонд. Дмитрий Ильич, ну вот там не в защиту, а значит для христинического, тот глава, он только приступил к исполнению обязанностей, ему досталось такое наследство, там значит сменилось несколько глав, сам он заинтересованный, и руководитель, и хозяйственник, во всяком случае, он искренне пытается помочь. Дмитрий Ильич, я не о персоне, я о том, что мы должны с вами исходить, коллеги, и эта проекция должна быть на ваши правоотношения с обществом, не от персоной главы, не от чиновников, мы должны исходить из нарушенных интересов людей. И у вас красный индикатор, это текущее нарушение прав людей должно быть. И пока оно не устранено, вы успокаиваться не должны, они оценивают там хороший или плохой, да может все мы замечательные, результата нету, людям видного. Мы обсудим это на второй части, Максим Ильич. Вторая часть совещания для средств массовой информации была закрыта. Как сейчас развивается ситуация в Борзе, мы узнали от жильцов. По их словам, Минстрой вновь занимается анализом документов, в сотый раз пересматривает независимые экспертизы. Дом аварийным признан по суду и ни в одну программу не попадает. Присылали ответ, что вы никуда не попадаете. Дом был признан аварийным после 1 января 2017 года и так далее и тому подобное. В общем, мы ни на что рассчитывать не можем. Хочется задать вопрос иным строю и госнадзору. А вы, когда нас заселяли-то вот в этот дом, вы куда все смотрели? До сих пор неизвестны ни дата, ни время, ни место встречи с губернатором. Борзинцы уже думают то ли натянуть плакат «СОС» на крыше, то ли записать частушки, чтобы добиться внимания главы региона. В настоящее время в судебном порядке оспаривается срок расселения. Администрация города установила его до июня 2025 года. Но не факт, что это время дом вообще простоит. До принятия решения о реконструкции или о сносе здания жильцам предлагают маневренный фонд. Дом в микрорайоне Борзя-2 или, как его называют, Барнаул или комнаты в общежитии. Про состояние домов в микрорайоне Борзя-2 Азапт-ТВ рассказывал еще в 2016 году. И лучше за прошедшее время не стало. Повлияет ли Демешин на прокурора или главу края – посмотрим. Складывается впечатление, что кроме понуждения никакие методы работы с чиновниками из Абайкальского края просто неэффективны.